Коллеги, добрый день. Меня, правда, зовут Михаил Авдеев. Я представитель фонда развития интернет-инициатив. Кто знает, что это за фонд? Классно, не так много. Люблю только в аудитории выступать. Я начинаю тогда рассказ с того, кто мы такие и почему мы вообще имеем право говорить о том, о чем заявляем в наших выступлениях. В 2013 году у нас оказался мешок с шестью миллиардами денег, чтобы мы инвестировали в стартапы. И вот уже четыре года мы инвестируем, инвестируем больше, чем кто-либо в Восточной Европе. Мы инвестируем только в IT-интернет-компании, и мы в этом бизнесе стали разбираться, потому что вместе с нашими компаниями, в которые мы инвестировали, мы им помогаем расти, мы как инвесторы заинтересованы в росте. Мы не хотим получать дивиденды от бизнеса, в которые входим. Мы хотим через пять лет сделать Теслу и помочь вам сделать Теслу и продать свою маленькую долю не за два миллиона, как мы в вас инвестировали, а за два миллиарда, потому что вы выросли в тысячу раз. Когда мы помогаем командам расти, мы мало того, что придумываем собственные методики, мало того, что мы внедряем чужие лучшие методики, мы постоянно натыкаемся на что-то новое, на какую-то неизведанную доселе историю и пытаемся из нее вычленить лучшее, чтобы превратить это опять же в методику новую. Вот, собственно, сегодняшнюю презентацию, свои 25 минут, я бы хотел поговорить о тех инструментах, которые мы уже внедряем в бизнес и о том, как мы с этим справляемся, какие инструменты лучше, какие хуже, от чего мы отказались вообще. И есть еще один тезис, который я бы хотел сказать вначале. Я сам стартапер, не боюсь этого слова. Я получал инвестиции, мой проект проходил акселерационную программу, но потом из этого бизнеса не получилось, мы сожгли инвестиции и закрыли проект. Команда у меня оставалась работать дальше и дальше, мы запускали еще какие-то проекты. В общем, я не просто внедряю методики в чужие бизнесы, я на своем бизнесе тоже проверял очень много всего этого и скажу сейчас, какие моменты были полезны, какие были не нужны и от чего нас спасло использование вот этих вот инструментов. Ох, как люди подходят, я очень рад. Проходите. У меня первый вопрос в зал. Что вообще такое стартап и чем стартап отличается от не стартапа? Соображение. Стартап не готовый бизнес, а только идея. Так, еще. Для вновь входящих сразу вопрос, коллеги, что такое стартап? Начинающий. Начало реализации идеи. Есть определение, и очень долго весь рынок спорил о том, что же можно называть стартапом, что стартапом называть не стоит. И вроде бы в конце концов договорились и нашли определение слову стартап. Забегая чуть-чуть вперед, я скажу, что стартап это как раз то место, в котором и нужно, используя все вот эти методики, проверять, работает, не работает. Зарабатывает бизнес, не зарабатывает. Максимум ли он зарабатывает или недостаточно много. Недаром конференция вся разделена на два потока. Поток продаж и поток управления. Так вот стартап это та компания, в которой ручное управление. Очень быстрое, все меняется постоянно. Я об этом сейчас еще скажу. Верно ли вот это утверждение? Нет, стартап не является маленькой версией большой компании. Стартап может быть большой компанией, стартап может быть огромной компанией. Вконтакте, когда у них было 30 миллионов пользователей, они говорили, так вы что, мы стартап, мы не знаем, на чем заработаем еще. И когда непонятна бизнес-модель, как раз, ну, чаще всего такие компании называют стартапом. Они ищут свою бизнес-модель. Идея — это галлюцинация. Неотносительно к названию конференции «Битрикс-идея». В принципе, когда вы в маленькой компании начинаете со своими коллегами, друзьями, соратниками, партнерами и кем угодно, начинаете делать какой-то бизнес, у вас есть в голове идея. Я сделаю вот это. Мы создадим такой сервис, который решит проблему всех людей на земле. Это всем нужно. Так вот, это галлюцинация. Пока команда вот варится в собственном соку, она коллективно галлюцинирует. Галлюцинации начинают усиливаться. Вы начинаете придумывать к своему несуществующему продукту опции, которые, может быть, и не будут востребованы клиентам. Но вам-то кажется, что вот это прям оно самое, то, что есть, прямо сейчас сделаем. Я делал мобильное приложение для мониторинга общественного транспорта. Называлось оно e-transport. Кто-то, может быть, помнит, мы начинали с Екатеринбурга, потом у нас было 33 города, 300 тысяч пользователей. Мы конкурировали с Яндекс-транспортом. Появились чуть-чуть раньше его, где-то даже выигрывали. Но наша главная галлюцинация была в том, что мы заработаем на этом бизнесе. Мы создавали такую большую удобную штуку для людей, но прекрасно понимали, что люди сами платить за это не будут. В России вообще не очень любят платить за приложение. А то приложение, без которого они раньше жили, тем более. Тем более еще есть Яндекс-аналог бесплатный. Мы ставили ставку на то, что мы соберем большую аудиторию, 300 тысяч пользователей. Ну, как бы, это очень много. И мы думали, 300 тысяч пользователей, придем к рекламодателям, скажем, смотрите, у нас вот какая аудитория. И они, блин, классные, и начнут миллионы течь в нашу компанию, и мы начнем дальше расти, продолжим расти. И что-то, когда у нас случилось, вот эти 300 тысяч пользователей, мы пришли, рекламодатель говорит, так нет, я знаю другие каналы, в которых я могу миллионами закупать аудиторию. То есть вот ваши 300 тысяч мне сложнее с вами будет работать, чем пойти к какому-то агенту, который закупает рекламу у таких, как вы. А эти агенты платят очень мало. И вот наша галлюцинация заключалась в том, что нам будут платить рекламодатели. Что мешало нам вначале пойти к рекламодателю и спросить, будешь платить за 300 тысяч вот таких вот людей, которые стоят на остановке, им вроде бы нечем заняться. Большинство стартапов погибают не потому, что у них плохой продукт, а потому что их продукт никому не нужен. И когда вы начинаете бизнес, когда вы начинаете внедрять какие-то новые решения в существующий бизнес, задумаетесь, а вы создаете то, что у вас требовано, или нет. И не просто задумаетесь, а нужно пойти и поговорить с клиентом. В общем, определение стартапа примерно такое. Стартап — это временная организация, созданная для поиска масштабируемой бизнес-модели в условиях неопределенности с целью быстрого роста. Временная, потому что когда-нибудь мы найдем бизнес-модель и перестанем экспериментировать, изобретать, просто будем зарабатывать бабки. Поиск, поиск бизнес-модели. Неопределенность, потому что вы выходите на новый рынок, скорее всего, если вы делаете востребованный продукт, значит, до вас еще эту проблему не решали. И на этом рынке вас ждет много сюрпризов. Как там нас ждал конкурент Яндекс в лице Яндекса. Мы предположить не могли, что этим кто-то еще занимается, а тут бац, и прям Яндекс со своими бюджетами немаленьким. Ну и быстрый рост — это то, чего хочет инвестор. Инвестор не собирается зарабатывать на ваших дивидендах, процент от прибыли забирать. Нет, в венчурном рынке ему это неинтересно. Ему интересно, чтобы вы стали стоить в 50-100 раз дороже, и тогда он свою маленькую долю продаст. И он поэтому и помогает вам расти. Вот, быстрый рост — это главный показатель, который оценивает инвестиционно привлекательность стартапов. Так что нужно, чтобы узнать, востребованные ценадаешь продукта или нет? Всего лишь выйти из своего маленького мира и пойти поговорить с клиентом. Методика называется Customer Development. Разработка продукта по запросам клиента. Она достаточно простая, но позволяет совершать какие-то магические чудеса. Состоит из двух пунктов. Есть проблемное интервью. Нужно выяснить, а существует ли вообще проблема, которую я вот тут придумал про себя, и важна ли она для клиента. Есть решенческое интервью, когда вы уже сделали какой-то минимальный продукт, когда у вас уже есть, что показать клиенту, вы уже каким-то образом умеете решать его предполагаемую боль, вы приходите к нему с этим решением, показываете, и он говорит, да, круто, вот это то, что надо, вот деньги. Это идеальный сценарий, вообще не всегда так. Чаще всего стартапы останавливаются на проблемном интервью, потому что понимают, ой, это оказывается не то, что клиент хотел, и начинают делать что-то другое. Цель проблемного интервью — понять, как вообще клиент думает. Есть ли проблема у него? Как он ее оценивает? Как он сейчас решает эту проблему? И дальше для себя вы еще пытаетесь понять, а настолько ли привлекательным становится этот сегмент для вас? Расскажу пример. У меня отец живет в Академическом. Кто не из Екатеринбурга, это новый райончик, очень густонаселенный. Там скупили дешевые квартиры, и на паркинг у семьи не осталось денег, поэтому все паркуются во дворах, дворы переполнены. Вечером там не припарковаться. Когда я приезжаю к отцу, я каждый раз думаю, ну блин, может, одно местечко-то нашлось во дворе, найдется для меня. Заезжаю во двор, проезжаю весь этот тесный двор, место не находится, я выезжаю. По односторонке, до светофора, на разворот опять. Проходит три минуты, я думаю, ну, может, появилось? В какой-то момент я подумал, а что как бы нам, айтишникам, айтишной компании мешает поставить камеру на доме, которая будет смотреть сама парковочные места, а я ее по телефону спрошу, что там, можно заезжать или нет? Классная идея, думаю, я звоню разработчику Макс, можем такое сделать? Да, в принципе, можем. Но мы, наученные горьким опытом первого стартапа, сначала пошли общаться с клиентом. Примерно четвертый человек мне сказал, ну, да, все подтверждают, что было бы полезно, и мы там готовы платить за это, ну, 50 рублей в месяц. Хотя это неправильный вопрос так задавать, но мы там по-другому вопросу задавали и понимали, что 50 рублей в месяц, в принципе, людям не жалко за это отдать. Третий или четвертый человек мне сказал, слушайте, а можете эвакуаторы тоже отслеживать? Макс? Да можем, в принципе, говорит Макс. Классно. Мы понимаем, что это стоит не 50 рублей, а вообще 200 в месяц. Интересно уже, получается, как бы народу меньше, который хочет купить вот это вот за 200, но чек больше в 4 раза. Народу меньше там в 2 раза, а чек больше в 4 раза. Уже выгоднее. Человек десятый нам подкидывает другую, еще более крутую идею. А можете, говорит, не просто смотреть машины на парковке, а смотреть ничего и не происходит с моей машиной. Когда я ночью сплю, а не тусуется ли около нее там 4 пацана с домкратом. И если вдруг замечена какая-то подозрительная активность, то либо мне сообщать на телефон, там, алерт выкидывать, а, проснись, там что-то происходит, вот камера, на, посмотри. Либо сразу на пульт частного охранного предприятия отправлять, пусть сами реагируют, они там обещают за 5 минут приехать, вот пусть реагируют. И за это клиент готов платить 3 тысячи в месяц. И мы понимаем, насколько нам неинтересно заниматься парковками. Насколько нам интересно заниматься вот этой охраной машин и причем запартнериться с частным охранным предприятием, которое бы нам выгодно обслуживало наших клиентов. Мы это не стали делать по той причине, что мы не умеем в видеоаналитику. Кому нужна идея, я могу проконсультировать еще. Мы понимаем, что вот этот сегмент для бизнеса, он крутой. И если бы мы начали делать парковки, мы бы убили полтора года и стали бы зарабатывать там, ну, может быть, тысяч двести в месяц. А команда человек пять должна быть при таком проекте. Интересно ли пяти людям работать каждому за 40 тысяч рублей? Я думаю, нет. Всем хочется больше. И проблемное интервью тогда избавило нас от ненужной работы и от лишних полутора лет. Решенческое интервью, оно обозначает проблему. То есть мы уже знаем, что проблема есть. Мы ее подтвердили раньше. Показывает, какое существует для этого решение. И мы пытаемся выяснить, решает ли оно проблему клиента. В то же время мы сейчас пытаемся понять уже насколько для клиента действительно это решение важно и ценно. То есть уже не для нас, а для клиента. Если для клиента... То есть есть такое понимание лекарства и витаминка. Вот лекарство — это то, без чего вроде бы нельзя. А без витаминок обойтись можно. И от понимания, что вы делаете для клиента, вы как бы понимаете, насколько велика может быть цена у этого. есть плохие вопросы, которые нельзя задавать клиенту при вот таких интервью. Что вы думаете о нашем продукте? Вы бы купили идею? Сколько вы готовы за нее заплатить? Ну и вопросы, которые вообще не относятся к делу, они тоже... не нужно задавать интервью. Интервью нужно четко записывать факты, просить рассказать историю какую-то. В общем, такие вопросы задавать нельзя. Вам всегда будут врать. Вам будут говорить, да, мне очень нужна эта штука. Ты ему только приходишь, слушай, да купи вот там 300 рублей. А, ну нет, в этом месяце не нужно, но в следующем точно надо будет. Что-нибудь будет происходить, у него будут отговорки. В общем, это ложь, она не будет заканчиваться, если вы будете задавать такие вопросы. Есть хорошие вопросы. Расскажите подробнее, как вы сталкивались с проблемой и как ее решили. Всегда спрашивайте про прошлое. Пусть он вам расскажет. Когда мы узнавали про охрану машин, мы поняли, что в центре у людей живущих у них не скручивают колеса, у них царапают машины. Ну, то есть, случайно кто-то выезжал, задел. У них вот эта проблема. И тут ЧОП не поможет. Тут надо просто камеру помощнее, чтобы номера отслеживала. Можно было выяснить, кто царапал машину. А у людей, живущих на окраине города, у них нет проблемы, ну, как бы проблема с царапанием в меньшей степени есть. У них гораздо больше проблем в том, что машины угоняют или скручивают колеса. И когда мы как раз рассказывали, спрашивали точнее у людей о том, как вы сталкивались, вам это зачем вообще? Почему вы считаете, что это вам важно? Они нам рассказывали истории. Так вот у нас тут вчера буквально свинтили колеса. А тут у нас еще что-то. Всегда просите рассказать историю. Сколько денег клиент теряет из-за этого? Люди в центре, у которых просто подцарапана машина, готовы платить чуть меньше, чем люди, у которых скручивают колеса. Ну, это тоже понятно. Вроде бы такая простая истина, но мы бы до нее сами не дошли, если бы нам не подсказали клиенты. И существует ли бюджет на это? Условно, если сейчас человек платит 3000 рублей за платную парковку охраняемую, но она там в четырех дворах от него, то он, наверное, будет готов заплатить какое-то количество денег за то, чтобы такая же охраняемая парковка была у него прямо у подъезда. Если он уже тратит, вы можете этот бюджет попробовать перенаправить себе. Там, конечно, есть много других возражений, это в потоке продажи будет, но вы можете выяснить все это, и это вам поможет в разработке вашего продукта. И всегда спрашивайте, с кем еще пообщаться. Это хороший вопрос. Есть такой пример. Одна из компаний, с которой мы работали, называется «Две ладошки». Они делали маленькую коробочку, в которой она по подписке приходила мамочке, ну, в семью. Там всякий пластилин, аппликации, детские ножницы. В общем, что-то, чем дети могут себя занять. Такое, с одной стороны, образовательное, развивающее, с другой стороны, игрушка. Они по подписке через интернет продавали это все. У них была вот такая гипотеза, что их клиенты — это женщины на 80%, что им 25-40 лет. Они живут, скорее всего, в Москве, воспитывают несколько детей, социальный уровень там средний и выше, являются пользователями интернета, любят экспериментировать, активно занимаются образованием ребенка. Как вы думаете, что здесь не так? Нет. Правда, женщины. Правда, в основном в Москве. Активные пользователи интернета, ну, тут как бы непонятно, но в целом — да. Одна простая истина — воспитывать несколько детей. Нет. Два ребенка сами себя развлекут. И это выяснилось, когда просто пошли и поговорили с клиентом, что мамы, у которых два ребенка, они в меньшей степени заинтересованы в покупке таких вот отвлекающих, развивающих игр для своих детей. Потому что их двое, они как бы сидят, играют, у них все хорошо. А вот те мамы, у которых один ребенок, вот им надо. И вы представляете, как можно по-другому старгетировать аудиторию, как можно не тратить лишний рекламный бюджет на тех родителей, у которых два ребенка. Ну, то есть можно гораздо, процентов, наверное, на 20, мне кажется, повысить конверсию. Вот. Это инструмент, customer development. Он, задавая простые вопросы вашему клиенту, правильно записывать их, конечно, надо еще. Я об этом скажу чуть дальше, будет еще один инструмент. Он позволяет все это сделать. Дальше. Второй инструмент, о котором я хотел рассказать, который используем мы, которые используют все наши портфельные компании, это HADDI. HADDI – это аббревиатура. Расшифровывается она так. Гипотезы, экшн-действие какое-то, дейта мы собираем информацию и инсайт. Делаем из этого какие-то выводы. Ловим озарение. Вот этот цикл не должен прекращаться, пока вы не нашли самый эффективный способ зарабатывать деньги, тратить меньше всего ресурсов, дешевле привлекать своего клиента, дешевле производить продукцию и больше зарабатывать, увеличивать число повторных покупок, сохраняя срок жизни клиента. Пока вы не дошли до идеального состояния, которое вас устраивает, нужно тестировать, тестировать, вот об этом округу. Есть такая цитата у Томаса Эдисона о том, что успех определяется количеством экспериментов, которые можно уместить в 24 часа. У нас в портфеле, в фонде был проект, называется Easy 10. Easy 10 – это мобильное приложение, которое 10 слов английского языка в день тебе подкидывает, и ты типа их учишь. Они настолько много экспериментировали, они настолько любили эксперименты, что один раз из App Store удалили свое приложение, чтобы там что-то проверить. Залили другое какое-то, но у них там было 400 тысяч пользователей, и они удалили это приложение. Нифига себе, разве можно такое представить себе? Ребята сделали, потому что у них была гипотеза. И они ее проверили, и, по-моему, подтвердили. Хорошо, так. Сейчас ребята развивают уже большую сеть всяких лингвосервисов и живут в Кремниевой долине. И привело к успеху, может быть, конечно, не только вот эти две методики, а то, что ребята сами молодцы, идея у них хорошая была на старте. Но когда они пришли к нам, они зарабатывали условно там 500 тысяч в месяц. Когда они уходили от нас там через три месяца, они зарабатывали порядка двух с половиной миллионов. В пять раз вырасти с ненулевой суммы. Это с нуля как бы просто вырасти до 100 тысяч, а с 500 тысяч сложно вырасти. И они пробили этот порог за счет того, что экспериментировали, выясняли потребность клиента. И еще один инструмент, который вот он был прям придуман у нас в фонде. Сделали простую табличку. Я, наверное, могу пообещать презентации потом? Они будут как-то отправлены? Я думаю, пообещать можно. У кого очень хорошее разрешение на фотоаппарате, можете попробовать сфотографировать. Смотрите, в чем суть этого инструмента. О времени еще, Михаил, напоминаю. Осталось буквально пару минут и потом вопросы. Окей, я буквально три слайда. Есть клиентские сегменты. Мы их выделяем. Тут взят чей-то пример, не знаю чей. Клиентским сегментом являются крупный магазин, мелкий магазин, торговый центр, какой-нибудь маркетинговый агентство. У нас есть какое-то ценностное предложение, гипотеза ценностного предложения, что для крупных магазинов мы увеличиваем объем продаж, лежаем затраты за счет лучшего мерчендайзинга, увеличения объемов. Для мелких магазинов увеличение продаж за счет лучшего мерчендайзинга. Для торговых центров повышаем арендные платежи. Совсем другое ценностное предложение. Окей, гипотеза. Мы идем дальше. Мы идем общаться с клиентом. Проблема подтверждена. Если да, круто, движемся дальше. Весь инструмент работает в том плане, что мы движемся, пока у нас где-нибудь не будет красного квадратика, пока где-нибудь что-нибудь не подтвердится. Вот эта часть, левая половина экрана, это мы все делаем возможно еще без продукта, но во всяком случае без качественного хорошего продукта. Может быть у нас там появился минимальный MVP, какая-то минимальная версия, прототип, который уже решает проблему. Мы в ручном режиме идем и забираем деньги у клиента. Когда мы готовили этот проект с парковками, перед тем, как столкнулись с трудностями о том, что у нас нет мощностей, которые умеют разрабатывать так хорошо, мы именно как раз хотели проверить гипотезу с парковками и начать может быть с нее, но использовать ее как маркетинг. Просто пока мы учимся делать охрану машин, мы будем парковки. И мы просто хотели нанять школьников и когда у нас поступает запрос узнать, есть ли места во дворе, делать снимок с камеры, отправлять школьникам, школьники говорят, да, во дворе есть три места. Абсолютно ручная версия. Она дороже, чем мы потом планируем это продавать, но это позволит нам узнать действительно ли люди этим пользуются. Правая часть это масштабирование и работа в каналах. То есть как мы будем развивать этот проект, куда, есть ли инструмент продаж продуктов и так далее. Эта карта в принципе есть в интернетах, можете поискать, вот по такому названию ее можно найти. И самый последний инструмент юнит экономика. Ну тут вообще вам все известно, просто эти цифры, эту простую истину, эту простую истину все забывают, когда делают свой бизнес. Есть какое-то число пользователей, которых мы привлекаем. Мы это количество должны умножить на сколько мы зарабатываем на пользователя и сколько мы тратим на его привлечение. Все. Если плюс, мы в плюсе. Если вот в скобочках будет минус, мы на сколько мы в минусе, вот на это число. Элементарная математика, но на самом деле там все еще раскладывается на много-много маленьких параметров. То есть там есть средний чек, а есть просто средняя цена на всех пользователей. Средний чек это только платящие пользователи, а есть цена на всех пользователей, даже тех, которые не купили. Вот. Это последний инструмент, о котором я хотел рассказать. Инструменты появляются всегда, и старайтесь внедрять сами что-то, пробовать, тестировать, и тогда будет получаться. Субтитры спокойно. Продолжение следует...